Девять лет назад сокрушительный удар судьбы пошатнул осетинский народ. Грузинские войска по приказу своего высшего неуравновешенного руководства вторглись в спящий город. Они, не жаля ни детей, ни стариков, с особым рвением выполняли свою задачу по проведению операции «Чистое поле». Страшный удар был нанесен внезапно, и молодые осетинские ребята вместе со своими старшими товарищами встали на защиту своего народа. Они гибли один за другим, защищая нас с вами. Осетинские бойцы взяли на себя всю ответственность за сохранение жизни своему народу вплоть до ввода подразделений российской армии. Из года в год мы переживаем эту страшную трагедию. Время бессильно перед памятью и даже не притупляет боль. Пролитая невинная кровь в маленьких детей и сотен мирных жителей на совесть устроителей этих жестоких политических инсинуаций, следствием которых является и война Августа 8-го. Продолжение следует... Вечной памятью мы живы. У музея сожженных душ Назарской дороги, главными символами которой стали машины, уничтоженные вместе с пассажирами, пытавшимися выехать из горящего цхинвала, прошла траурная церемония. Эта дорога 9 лет назад для многих жителей республики стала дорогой жизни. Они спаслись, бежав по ней, но для многих она все же стала дорогой смерти. Здесь много людей, кого коснулись трагические события. Они приходят сюда каждый год. Нам не удалось пообщаться с очевидцами тех страшных событий. Люди попросту отказываются вспоминать и переживать это еще раз. Люди попросту отказываются с очевидцами тех страшных событий. Люди попросту отказываются с очевидцами тех страшных событий. Жители республики во главе с президентом возложили венги к поклонному кресту казармы российских миротворцев, с уничтожения которой грузинская армия начала массированный артобстрел территории Южной Осетии, спящего цхинвала. Венги цветы были возложены к памятнику Денису Вичинову, российскому офицеру, ценой своей жизни защитившему своих сослуживцев и российских журналистов, попавших в засаду. По сложившейся традиции, вечером 7 августа жители республики собираются у Гергевской лестницы. У того самого места, где в августе 2008 года в память о погибших прошел концерт-реквием Маринского театра под руководством Валерия Гергева по погибшим в войне. Ежегодно здесь собираются тысячи жителей республики. Зажигая свечи в память убитых рукой грузинского агрессора. Зажигая свечи в память убитых рукой грузинского агрессора. Он один такой на целом свете, город захлебнувшийся в крови, он один такой на всей планете. Город, не склонивший головы, образец достоинства чести, город, что с улыбкой умирал. Он в моей душе на первом месте, до конца сражавшийся с Генбал. Свечи, слезы, фотографии погибших. Стихи о них, о героях по неволе. Скорбь по погибшим, по тем, кто не дожил, кто не успел пожить. Сотни жителей в ночь начала войны пришли к Гергевской лестнице, чтобы просто вспомнить, почтить память минутой молчания. Когда повисла в небе тишина, с небес спустившись, словно с пьедестала, как знак, что не закончилась война, шли ангелы руинами Схинвала. Мы не вправе забывать кровавый август 8-го. Те несколько дней, которые перевернули жизнь сотен семей, заставили облачиться в траур. Сотни погибших и раненых. Ничто и никто не может восполнить семям погибших утрату. И даже годы, которые проходят, не в состоянии притупить боль. Сотни жителей, которые проходят, не в состоянии притупить боль. Например, после того, что я не часто пришла. Когда в семье ушла, у меня уже было утопо. А я уже была уверена, как я не сказал. Как я не создавал лестнице, меня пришёл. Я пришел, меня пришёл. Я пришёл, меня пришёл. Я пришёл, меня пришёл. Несколько дней наш народ героически сражался за право жить на земле предков. Нельзя забывать и о русских солдатах, о ребятах, которые погибли на нашей земле, защищая ее как свою родину. Продолжение следует... Мы не забудем народ Российской Федерации, который как один встал и начал собирать помощь в каждом городе, в каждом субъекте Российской Федерации. Собиралась помощь для нас, для наших детей, для наших жителей. Неский поклон всем тем, которые остались не без участия в помощи народу Южной Осетии. Светлая память тем, которые не застали день нашей победы. Грузинская смертоносная машина не сломила дух астинского народа, ведь грузины никогда не были завоевателями. И только из-за своей трусости они напали на спящий цхимвал. Георгиевская лестница Георгиевская лестница Георгиевская лестница Георгиевская лестница Роза Тедеева, Азамат Кудзеев, Тамирлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. В этом году к акцентам, посвященным воспоминаниям событий 8 августа 2008-го, присоединился и Ленигорский район республики. Жители района ровно в 11.35 пришли к памятнику защитникам Отечества, чтобы почтить память жертв кровавого августа. Вместе с ними свечу памяти зажгла и наш корреспондент Роза Тедеева. Память невинных жертв августа 2008 года почтили в самом отдаленном районе республики. В поселке Ленигор у памятника защитникам Отечества, несмотря на столь поздний час, собралось много людей. Акция памяти началась приблизительно в то же время, когда в 2008 году на спящий город обрушился залп снарядов от града. Пришедших, чтобы вспомнить, было много. Взрослые, молодежь, дети. Последним необходимо знать о том, что пережил спящий Схимвал, что пережила республика за эти пять дней. И чтобы знали и помнили, необходимо проводить памятные мероприятия. Музыка. 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 С зажженными свечами в руках люди смотрели на проектор. Музыка. 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 В этот день не принято говорить много. Каждый по-своему переживает те события. В Ленингорском районе акция проведена впервые. Тем она значимы, ведь этот район до известных событий августа 2008 года был под юрисдикцией Грузии. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня представители руководства республики во главе с президентом Анатолием Бибеловым посетили места, где во время войны августа 2008 гибли защитники Родины. Репортажи Эльфиры Тибиловой Каждый год в день скорби и памяти к местам гибели воинов-защитников Отечества возлагаются цветы. Отдать дань уважения бессмертному подвигу воинов пришли глава государства, члены правительства и парламента, родственники и боевые друзья павших героев, общественность города. Траурная церемония началась с проспекта Алана Джоева, где перед шестой школой от рук грузинских захватчиков геройски погиб Аслан Агузаров. Затем улица Миротворцев. Памятник Алану Бибелову. Все, кто знал Алана, в один голос говорили, что для него на первом месте всегда были честь и служение Отечеству. Он не ставил личные интересы выше интересов страны. Здесь и погиб смертью храбрых. Почтить светлую память героя пришли друзья, знакомые и просто жители, чтобы сказать спасибо за сегодняшнюю мирную жизнь в независимой республике Южной Осетии. Возложения прошли по улице Героев на местах гибели Давида Нартикоева. Чуть ниже почтили память Льва Кузаева. Затем сотрудник ОМОНа Тамас Плеев. Около здания телевидения сложил голову Инна Лгозаев. Рядом с 12-й школой погибли Вилен Чебиров, Виктор Таттаев, Владимир Газаев. Эти парни несколько суток обороняли город, в то время как враг превосходил их и по численности, и по вооружению. Здесь для трех героев установлен общий памятник. На каждое место гибели бойцов собирались люди, даже просто мимо проходящие останавливались и поклонялись им. Цветы возложили к памятнику Азамата Джоева и Амирана Багаева. Они ценой собственной жизни преградили путь грузинским фашистам. Оба посмертно награждены самыми высокими государственными наградами – Орденом Лоцамунга. Корзину с цветами возложили и к мемориалу памяти в селе Тбет. Здесь бойцы отряда милиции особого назначения, ценой жизни, защищая подступы к Схинвалу, сложили свои головы. Почтить память и друзей пришли их соратники, возложив гирлянду. В селе Гуджабар почтили память героя Алексея Иванова. Затем улица Сталина. Цветы возложили к месту, где геройски сложили головы Ахсар Джитшоев, Джейта и Алана Таев. Фенгейт цветы были возложены к памятнику героям, сотрудникам ОМОНа, у въезда в город с восточной стороны. В разное время сложивших головы за свободу и независимость Южной Осетии. Каждый из этих парней внес огромный вклад в становление государственности Южной Осетии. Их имена никогда не будут забыты. Говоря о бессмертном подвиге защитников Отечества, необходимо вспомнить и молодых ребятам Ирана Багаева и Азамата Джиоева. Перед ними, молодыми еще командирами, стояла крайне тяжелая боевая задача – предотвратить вход грузинских войск, рвущихся в город западной части. Герои настоящего в неравном бою с противником одержали победу ценой собственной жизни. В эти дни мы вспоминаем молодых ребят, которые своим примером мужества стали легендой для следующих поколений. Силы были неравны. Превосходство грузинской армии было очевидно с первых же дней обстрелов. Но, несмотря на это, они встали на защиту родины, на защиту тех, кто еще оставался в республике. Ребята, выросшие на историях о героях войны начала 90-х, теперь сами стали частью истории победоносной войны. 8 августа Амиран Багаев и Азамаджуев находились на въезде в город западной части. Именно здесь, в дубовой роще, расположились грузинские солдаты, с гордостью снимавшие на телефон кадры своего вторжения в Цхинвал. Помимо большого количества грузинских солдат, на улицах столицы трусов по природе прикрывали еще и снайперы. Именно от их выстрелов погибли Амиран Багаев и Азамаджуев. Эти ребята держали оборону города в неравном бою, встали перед врагом лицом к лицу. Продержаться и не впустить врага было главной задачей группы. То есть это была одна из основных зон, в которой можно было прорвать и прорваться, и пройти через эту дорогу. Поэтому они закрыли весь этот участок. И действительно, на самом деле, вот именно со стороны Шанхай было наступление, танковое наступление с пехотой, которую встретили вот и Амиран Багаев и Азамаджуев. Эта атака была, что самое главное, прервана и была остановлена. Результат, к сожалению, был для нас. Мы потеряли двоих достойнейших офицеров Министерства обороны. Ну, задачу они выполнили с честью и достоинством. В тот день были потеряны одни из лучших офицеров Министерства обороны. В жизни, как рассказывает Игорь Алборов, ребята по натуре были спокойными, увлеченными своей работой. Но главное, они по-настоящему любили Осетию. И доказали это, отдав самое ценное – свою жизнь. Амиран Багаев сам, наверное, с рождения, он, наверное, любил форму в военное мундирование. Поэтому, как только у него была возможность, он встал в оде формы и встал в Раду Зашинского Отечества. Человек он был мужественный, то есть интересовался всем именно военным делом. Очень сильно интересовался, много читал, приобретал много знаний. То есть было как будто бы ощущение такое, как будто он к чему-то готовился. И мы в конце Царства Небесного удостоверились, к чему, наверное, к этому не готовился. То есть к боевым действиям. Значит, чисто спокойный, уравновешенный человек, который просто выполнял свою работу, свои задачи. Не привлекался ни с кем, ни с кем. Разведки Азамат Джоев был старшим офицером. Ну, практически то же самое. Кличка у Азамата Джоева, это мы его звали Пантера, потому что он был бесстрашным. Тоже был спокойный, уравновешенный. То есть только выполнял свою работу, он был Пантера и таким тигром, да, только в деятельности, в военной деятельности. А так он был мирным, спокойным, тихим, очень хорошим парнем. Сегодня, в девятую годовщину событий августа 2008 года, Цхимвал живет привычной жизнью. В восстановленной улице строятся дома, слышен детский смех. И это благодаря подвигу таких ребят, как Амир Амбагаев и Азамат Джоев. Зараса Кузаева, Азамат Кузаев. Информационный выпуск сегодня. В рядах бойцов, вставших на защиту Алани, были совсем молодые ребята. Сегодня, вспоминая их, старшие товарищи-сослуживцы рассказывают о них со слезами на глазах. Совсем молодые, но уже настоящие герои, они не отставали от старших товарищей ни в чем, с несокрушимой силой воли отстаивая право на жизнь своего народа. Один из них, Лев Кузаев, 19-летний воин, подарил будущее своим сегодняшним сверстникам, сам этого будущего лишившись. Леву Кузаеву было всего 19 лет, но, несмотря на юный возраст, он встал на защиту своей родины с оружием в руках. Лев вместе со своими товарищами находился в центре боевых действий. Он уже служил в рядах Вооруженных сил Министерства обороны, был командиром взвода минометчиков. После того, как грузинские танки вошли в город, Лев Кузаев вышел навстречу танку на улице героев и, как мог, отражал атаку. Но вражеский снаряд был беспощаден. Все бросил, надел в военную камуфлированную форму и также встал в ради защитника Отечества. Ему было всего лишь 19 лет, когда он погиб, это было 8 августа. То же самое на улице героев. Из-за угла он также с гранатомета открыл огонь по технике, по танку. К сожалению, не было там такого места, чтобы нормально укрыться. То есть он чисто спонтанно выбрал себе место, потому что другого выбора не было у него. И открыл огонь. К сожалению, Лева Кузаева тоже не стал. Он был всего лишь 19 лет. Лев Кузаев шел по стопам своего отца, занимался спортом. Боевые товарищи по сей день вспоминают, как играл вместе с ним в футбол и призывал всех вести здоровый образ жизни. Кузаева Льва я знал с детства. Он, естественно, был младше меня. Но вместе играли в футбол. То есть он еще был малолетним тогда. Очень любил вот это дело, футбол, спорт. Сильно увлекался. То есть он был послушным, то есть уважал старших, младших. Обучал футболу, то есть привлекал к спорту этих малолетних. И так сам был, к сожалению, 19 лет всего. Но, к сожалению, тоже Кузаева не стало. Царство небесное. Отважный сын своего народа Льв Кузаев отдал свою жизнь за свободу и независимость своей республики. Перед самой смертью успел предупредить своих родителей, что грузинские танки вошли в город и попросил их укрыться в безопасном месте. Его временно похоронили в огороде отцовского дома, потому как город на тот момент обстреливался. На месте его героической гибели установлена мемориальная плита. Имя Льва Кузаева среди тех, кого мы не имеем права забывать. Имя которой должны передавать из уст в уста, из поколения в поколение. В те дни августа 2008 в кровопролитной войне весь народ Южной Осетии объединился в одну семью. Несмотря на смертельную опасность, никто и никому не отказывал в помощи. Врачи скорой помощи спасали раненых, выезжая под градом выстрелов. Пожарные тушили возгорание. Врачи в подвале без элементарных условий ухитрялись делать десятки операций. Каждый выполнял свой долг перед страной, перед своим народом. Вспомним еще раз события этих дней. Это больно, но важно. Кто, как не мы, должны это помнить и бить в набат, пока зачинщики этого страшного преступления не понесут должное наказание. 2008 год. В Пекине проходит Олимпиада. Мир замер в ожидании того, чья страна выступит лучше, кто возьмет больше медалей. На Олимпиаде присутствуют, конечно же, осетинские спортсмены. Тем временем в Южной Осетии все сильнее накаляется обстановка. Тогда как во время Олимпиады все войны и конфликты на земле должны прекратиться, Грузия нападает на республику Южная Осетия. Сожженные селом, многочисленные жертвы среди мирного населения, российских миротворцев, осетинские ребята вновь встали на защиту своей родины. Город Схимвал всю ночь обстреливают градом. Людям некуда бежать. Единственное укрытие – подвал. 8 августа жители пятиэтажки 96 по улице Сталина тоже переживали эту ночь. Это снятое с телефона видео. Корпус 96 горит. Подвалы переполнены. Людям некуда бежать под обстрелы. Оставаться в подвалах тоже нельзя. В любую минуту дом может обрушиться. Принято решение. Молодежь, несмотря ни на что, должна перебежать через дорогу в подвалы соседних корпусов. Тогда нужно было видеть глаза тех родителей, у которых дети где-то там воюют за свою свободу. Другие здесь рядом, в подвалах. И они не знают, спасутся ли. Лишь бы дети жили, говорят их глаза. К утру обстрел немного стиха. Один из жителей этого дома работает в хлебокомбинате. Мадина, она набирает номер телефона своего директора Вадима Цхавребова. Просит о помощи. Мы горим, нам некуда бежать. Здесь дети, старики. Не прошло и получаса, как подъезжает машина, водовоз. В город тогда уже вошли грузинские отряды, кругом их снайперы. Но эти отважные ребята, рискуя жизнью, идут на помощь, идут спасать. Никак Сол引ер-пылес. О T'haber-пылес. О-о-о-о! К жителям дома номер 96 приехали те ребята, которые в августе 2008 года откликнулись на помощь. Ирбек Хачеров и Вадим Схавребов. 8 августа с ними еще были Василий Зозьев, Андрей Комаров и Эрик Кочиев. В то время я находился рядом с хлебокомбинатом. Я забежал до предприятия первым долгом. Узнал есть ли у нас вода в водовозе. К сожалению там не полный, но на одну треть это где-то 3-3,5 тонны по визуальной оценке там было. Завели ему быстро машину. Это сделал Эрик Кочиев. Рядом еще находились Андрей Комаров, Ирбек Хачеров, он здесь присутствует, Василий Зозьев. Ну и решили ехать. Потихоньку-потихоньку доехали до этого дома. По-моему вот сюда встали, где мы сейчас корреспондентом, оператор стоит. Ну и быстро развернули шланги, быстро, как оперативно могли. Мы же в конце концов не профессиональные пожарники. Ну в общем достаточно оперативно ребята сработали. Вот эти 100 метров надо было преодолеть, перебежать, справиться со страхом и спастись была и моей задачей. В этот подвал, в который мы перебежали, находилась одна единственная семья. Бабушка, отец, мать их, мальчик грузинской национальности. Все остальные дни и ночи мы провели вместе с ними. Тогда я еще не знала, что буду стоять перед этим домом, буду стоять и рассказывать о тех ужасах войны. И что самое главное, чего я даже предположить не могла, что буду стоять на свободной, независимой и признанной земле своей родной республики Южная Осетия. Узнаем прогноз погоды на завтра. В Знаурском районе республики ясно. Днем 31 градус тепла, ночью плюс 19. В Завском районе ясно. Днем температура воздуха составит 36 градусов тепла, а ночью 23. В городе Квайса тоже ясно. Днем плюс 33, ночью 20 градусов тепла. В Ленингорском районе страны ясная погода. Днем плюс 27, ночью плюс 17. С Хинвальцем завтра обещают ясную жертвую погоду. Днем 35 градусов тепла, ночью 21. На этом наш выпуск подошел к концу. Мира всем нам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова